ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что беда И как бы кейран Если вот с кейраном все более-менее понятно То тролль это проблема Для того чтобы разобраться с троллем Нужен не просто спирт Нужна именно водка В местных тавернах по какой-то причине их нету Я все еще не понимаю как такое может быть Может быть у купца найдется Но это Логично Но может быть все-таки У него просто это есть Я не знаю Вот у него нету судя по тому что я сейчас вижу У него доспехи Причем у него по-моему только уменьшилось количество предметов Причем смотри то что я ему продал Выкупить нельзя Вот ты хитрый Да у него алкоголя нет Обратите внимание это бесполезно Может я ему что-то продать могу По-моему не особо да Ну да я так немного освободился Но все же ингредиенты в огромном количестве Которые кстати сейчас наверное пойдут как раз на всякие зелья Короче надо да где-то доставать спирт Не знаю где В тавернах не торгуют Где еще может быть Я реально не представляю По-моему это самое очевидное место Куда можно пойти именно за этим делом Ведьма Геральт по прозванию Белый Волк? Нет я местный работяшка Талер предупреждал что у тебя острый язык Тебя прислал Талер? Он самый Мне сюда по делам нужно было съездить Так он мне все капал на мозги Пока я не согласился передать тебе кое-что на словах И посылку в придачу И что Талер хочет сказать? Слово в слово Слушай сука во всем Роше Потому как он патриот Хоть и хер моржовый Стервятники уже кружат над трупом Фольтоста Но я справляюсь Достань этих пидоров И сам постарайся не сдохнуть И этот как его подскриптум В замке ты облажался Давай сверток Бери Одной заботой меньше Ну какой из меня агент Нервы никудышные Язык за зубами держать не умею Ну Удачи тебе А я дальше побегу Дела И что Талер? А Я думал Удачи Передавай Талеру привет Непременно Он передал рецепцию на дракона? Да Это Бомба Которая образует облако Легко воспламеняющегося газа То есть Это что-то Что можно использовать Вместе с Игни В комбинации Неплохо Так Проверим-ка мы еще раз Местная таверна Ну Шпион Что слышно в мире политики? О чем теперь поют поэты? У Айдирна большие неприятности Хенсель с огромной армией стоит на берегу Понтера И может атаковать со дня на день А Давно не было войны Он любит играть солдатиками Как все маленькие мальчики Но в этот раз Коэдвену придется нелегко Границы Айдирна охраняет Саски Убийца драконов Это еще кто такая? Наемница? Крестьянка Самозваный генерал Возглавляет что-то вроде Добровольческой армии Айдирна Женщины хватаются за мечи Барды лезут в политику Что за времена? Мне нужна информация Что-нибудь, что наведет меня на след убийцы королей Я знаю только сплетни Они тут ходят со дня смерти Димавенда Люди готовы обвинить любого Эльфов, Нильфгард, Ривию Давай я попробую угадать Еще в этом деле были замешаны Зериканские алхимики и низушки Смелая теория, но толпа выдает идеи поинтереснее Знаешь что? Если честно, из всех последствий этого убийства Меня больше всего беспокоит сумбур в головах у людей Ты о чем? Это хаос Люди не знают, что думать Не знают, кто плохой, кто хороший А времена сейчас нелегкие Кто знает, что из этого выйдет? Ты давал Вернану рапорт о событиях во Флотзаме Было тут что-нибудь странное? В борделе у них прекрасные девушки Рекомендую Одна из них Ты знаешь, что я имею в виду Ну, обычный городишко Порт, корчма, река смердит Вот и все, что увидит обычный человек Мы же поэты Смотрим и в души людей А с этим тут дело не чисто Я видел, как кражу прикрывали именем закона Стражники смеялись Забирали товары и говорили, что наконец наведут здесь порядок Еще я видел, как пьяные бандиты избивали эльфку И никто не обращал на это внимания Я понимаю, сейчас везде так Но здесь дело не в ненависти Это не попытка найти виноватых Во Флотзаме людьми руководит холодный расчет Они ищут любой повод, чтобы обогатиться Лютик Ко мне приходят обрывки воспоминаний И что же ты вспомнил? Собственную смерть Твою смерть я видел своими глазами И не раз об этом рассказывал Йеннифер отдала жизнь, чтобы тебя спасти Я думал, ты вспомнил, что было потом Как случилось, что ты здесь Я тебя вижу, слышу, ты дышишь Ты живешь, старина Память только начала возвращаться Я не помню всего Я так понимаю, ты хочешь поговорить В чем дело? Расскажи, что там было с Фольтостом? Ты хочешь услышать версию, которая сюда еще не дошла? Король погиб при загадочных обстоятельствах А у его тела схватили ведьмака Геральта С окровавленным мечом Ты убил короля? Я никому не скажу Я обещаю Убийца сбежал, я не успел его прикончить Меня подставили Ну и что же ты теперь будешь делать? Собираешься бегать кругами и бить всех подряд Пока виновный сам не угодит под меч? Нет нужды Убийца сейчас в лесу вместе со Скайтаэлями Он знает, что я здесь Мы найдем друг друга Геральт, умоляю тебя Ну не делай глупости Не высовывайся Если Лоредо узнает, что тебя подозревают в покушении Может быть что-то новое бы узнали с Золтан? Рад видеть тебя, Золтан А что ты тут собственно делаешь? Долго рассказывать Жизнь говно Шесть лет пашешь как волк Слушаешь россказни старого Бригенрикса Покупаешь кольца А потом она рвет помолвку Я-то дурень Гово ты разучивал Ну и хер с ним Что было, то прошло Срать я хотел на Иудору На кузницу в Новиграде И на всех Бригенриксов на свете Займусь лучшей торговлей Что ты делаешь в этой пырловке? Сейчас шлифую камни для шалы Да танцервиль Работа сложная, но платят хорошо Ты занялся украшениями? Да где там? Чародейка что-то там конструирует Целыми днями глядит на это дело Как сорока в стекляшке Да видно пока бестул А как ты раз до того разозлилась Что хватило вазы об стенку Темперамент у этих чародеек Я тебе скажу Исключительный Я поговорил с комендантом Похоже нелюдям во флот Заменить чего хорошего не светит Этот сучонок только и ждет предлога Любая провокация со стороны Йорвета И Лореда устроит резню С чего ты взял? Сам слышал Лореда как-то ночью шатался в порту Разговаривал сам с собой Пьяный как тролль И смердела от него не лучше Говорил мол новые порядки Мир для людей Все такое Смеялся Орал что-то в сторону тюремной барки Эта гнида точно что-то замышляет Йорвет это вроде как чует И старается коменданта не провоцировать Только у его с Каэтэлей может быть другое мнение И нервы послабее Есть здесь какой-нибудь хороший оружейник? Около стены есть кузнечка Примитивная, старая Еще сопряжение сфер небось помнит Но на мелкий ремонт там инструментов хватит Если хочешь Можно и руны на оружие наложить Или и доспехи улучшить Только смотри, чтоб не выглядел потом Как лютик на открытии нового борделя Как твои мускулы, Золтан? Твердые, как бычьи яйца Борьба на руках Любимая забава краснолюдов Надо будет как-нибудь потягаться Ха! Можно попробовать прямо сейчас Ну покажи свои бычьи яйца Так, надо пережать А нет, надо просто Оп У тебя лапище, как тиски Мне было нелегко Если вдруг встретишь моих старых товарищей Ярпина или Шелдона Скакса Обязательно с ними поборись Тут они удивятся Ммм, да? И правда Глаза-то Кошачьи Подаюзла С виду-то сильный Поборемся? Давай Ставлю все 15-то, конечно, фигня И заработать тут толком Особо не получается На этих делах Просто потому, что ставки слишком маленькие Но, может быть, в итоге получится что-нибудь Выйти на рыбку покрупнее Как в итоге в первой части В кулачных боях тоже мы начинали с малого А потом Держи свои деньги Попробуй потягаться с Яношем Жилой А потом дело пошло Со мной не так-то легко справиться По тебе видно Ммм, ставки повышаются, давай Тут, конечно, главное сейчас не Обосраться, потому что это возможно Борьба на руках это не кулачный бой Тут проиграть возможно Но в целом ничего сверхъестественного А ты сильный Вот твои деньги Попробуй побороться с толстым Микелем Почему у него уши на На жерелье Господи Следующий Здоровый ты, леший Ну так и я не из мелких Попробуем? Сейчас я себе на косарь заработаю Ребят, давайте мы с вами сыграем Короче, не на награду А на, это, на водку Очень надо Поможете людям Яйца в ее патисто Тебе силы не занимать Держи свои деньги Есть тут еще один До сих пор, почитай, никто у него не выигрывал Кто? Бартоломей Баржа Поищи его в деревне А между ног у тебя волосы тоже? Что, нет вас? Яблоко, картофель, ягурец, рыба, слива, старый сыр Не, ничего нету Удивительно Удивительно Кувалда есть Кувалда? Ммм Так, ну, поищи в городе Так поищи в городе, ладно Тогда в таверне ошиваться нечего Бартоломей Барка Мужик Может быть ты? У тебя сто процентов есть алкоголь Я, я это знаю Давай Водяры Да быть того не может Рецепты Рецепты Это какое-то издевательство Я реально Я не очень Такое ощущение, что я прям должен Добыть это где-то своими силами Ты продаешь, ты не продаешь Занятная, конечно, история Я, правда, я не понимаю То есть, типа Не может водка быть такой проблемой Судя по всему, может Может быть Но он торгует всякими Всякими травами Может быть у него есть Но опять же Я уже вижу, что на самом деле нет Хотя Умазная пыль Вербена, паутина Это вообще что? Надо, конечно, понять, что это Типа, ну, водка это либо Это вряд ли ингредиент Это, скорее всего, мусор Все в порядке Вот реально Я не знаю, где взять Это очень странная такая фигня Ну-ка, давай по городу Еще пройдемся разочек Заодно поищем Бартоломея С которым очень даже сыграть хочется Бертольд Ну, к нему чуть попозже Он мне броню сделает Если я заработаю В этой части Деревни как будто бы Вообще ничего нет Ни торговцев Ну, типа, вот тут Лореда живет Ну, а тут порт Что в порту может быть интересного? Может быть здесь О, купец Нет, не купец Может быть где-нибудь здесь что-то лежит Я правда, я Я в отчаянии Я не понимаю, где взять алкоголь Что за издевательство? Так, туда смысла идти нет Ты неси, неси Вот убьет ведьмак чудище Мда Очень интересно Я просто как-то хотел уровень еще чуть-чуть поднять Ну, типа Еще один уровень И распределить навыки В принципе, тогда можно пойти, наверное, в лес Да, пойдем тогда в лес Там была как раз пещера за водопадом Которую хочется осмотреть Какие-нибудь другие наверняка еще лозы найду Интересное К троллю пока Я не знаю, я не хочу его убивать То есть, типа, уже я хочу его убить Да, мне уже кажется, что это даже будет просто банально проще Сэкономит больше времени Но, во-первых, он действительно не то, чтобы прям вот плохой И он, ну Он, конечно, тупой Все дела, но Имеет смысл, короче, подумать о его помиловании Ну, то есть, они говорят, что вот, смотрите, он полезный Он там охраняет мост и так далее Но при этом, если мы немного подумаем мозгами То увидим, что Чем он сейчас полезный Мост разрушился Он его, как бы, особо не защитил При этом сейчас он никого не пускает Чинить он его явно не будет Потому что, ну, блин, он тролль Смысл его Там уж с его местонахождение Я не очень понимаю И чем он полезен тоже Утопец вылезет какой-нибудь, нет? Так, ну тут было Были получище накеров Не думаю, что это прям будет проблемой Мне на самом деле просто интересно еще В чем польза от всего вот этого вот Склепа Пещеры, руин Накеры Ночью накеры не вылезают, что ли, здесь? В смысле, днем Утром Интересно И правда Ариэнные ножи Может быть, имеет смысл, конечно, ножи тоже уже Научиться ими пользоваться Но, блин, так навык тратить не хочется на это Мутагены, кстати, надо повставлять Вот о чем я подумал еще У меня их там много накопилось Так, ну пока что я не вижу здесь ничего интересного Помимо просто обычной пещеры Которые по ночам вылезают накеры Но может быть Кольчужные накладки Это все На новую броню На новый сет Тут что-то уже Ё-моё Ого Что ты нахрен такое Еще и взрывается А это что такое На тебя заказика нету, случайно? Трупоед Тинекост А тинекост это не Слушай, по-моему тинекост это что-то полезное Если я не ошибаюсь Блин, он, по-моему, нам потом понадобится Ладно, ну Окей Ничего тут кроме него не было Это Я не могу сказать точно Но, по-моему, это что-то, что вот мне понадобится В будущем То есть это Потенциально будущая сюжетная пещера В которую надо было сходить Но Я уже в нее сходил Продуманность Ну, я на самом деле надеялся просто найти что-то полезное Но, по-моему, тинекост это Да, мы даже посмотреть можем Тут же, типа, вещи для задания Да, это Да, вещи для задания Это алхимический ингредиент для задания Содержит фульгор Я не помню, для чего он нужен По-моему Опять же, это что-то связанное с Кейроном Но прям вот Название на языке вертится Я его помню Не помню только для чего Так, я думаю, время медитации Прямо здесь Никто меня тут не убьет Давай начнем с алхимии Потому что у меня, в принципе, есть Разные вещи, которые хотелось бы сделать Самым Хотя Коричневое масло Грач У меня просто много ласточки, честно говоря У меня прям дохрена ее Я предлагаю сделать еще два Потому что там, по-моему Еще одну Потому что у меня там Что просто было десять, короче Грач увеличивает урон от меча Его тоже много Можно там два еще сделать Зелий и Петри Увеличивает силу знаков Почему бы и нет? Сделаем три, допустим Иволга Увеличивает общую сопротивляемость Сделаем тоже три Кошка А урон минус десять я, кстати, не видел Она у меня опять же есть Ну теперь ладно, сделаю две Кровь фальки Увеличивает максимальный урон от меча Окей Сделаю Что-то, чем потенциально я особо пользоваться, наверное, не буду Поэтому нет Танцующая звезда Бомба Точка взрывается Мне нравится Делаю максимум, который могу Коричневое масло Усиливает эффекты кровотечения Давай сделаем тоже три И Я потратил Многое Давай ласточку еще А ласточку не могу 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 иволгу Я много еще могу У меня этих ингредиентов Усраться можно Так, давай думать, что по талантам У меня пять талантов Я думаю, надо как-то более-менее гармонично Давайте, знаете, как сделаем? Смотри Давай В обучение Я закину метание ножей Один навык Что просто у меня это было А4 мы раскидаем На Каждый из Трех направлений Вот И подумаем, что можно сделать с мутациями Пока Пока что мутагены я могу поставить только в обучение Давайте поставим Действительно Позволяет отбивать стрелы Или восстановление энергии в бою плюс 10 Какой-то мутаген связанный нужен Это не особо важно, но Мутаген связанный какой-нибудь с Магией Урон 1 Здоровье плюс 10 Адреналин при попадании Нокдаун, оглушение 2% Здоровье плюс 2 И нокдаун, да Мощный мутаген здоровья Я, пожалуй, поставлю Причем я его поставлю вот сюда Здоровье плюс 10 Звучит неплохо Остальные как-то пока Не знаю Надо подумать еще Так, что касается у нас дальнейшей прокачки здесь Давайте смотреть Энергии на блок Скорость восстановления энергии в бою Это что? Снижение урона плюс 5 Шанс убить одним ударом 2% Здоровье 25 Ну, надо совершенно точно Прокачивать ближний бой Затрат энергии на блок минус 25% Звучит неплохо Позволяет контролировать удары противника Шанс убить одним ударом в контратаке Я не понимаю, как Контратаковать, потому что Нет обучения Ну, да Давай, наверное, продолжать Энергия на блок Я не блокирую Восстановление энергии в бою Я просто не блокирую В таком количестве Значит, знаки Просто двигаемся дальше В сторону Игни 2 В принципе, можно прямо сейчас, наверное, до Игни 2 даже дойти Но давай посмотрим, что там еще по алхимии Урон всяким говном Здоровье Длительность действий эликсиров Забора алхимических ингредиентов Масла Вот это прямо настолько все Дает возможность выпить дополнительный эликсир Прекрасно Хм Даже не знаю Квен отражает урон, обращая его на несколько целей Да Игни 2 Да Открывает третий уровень Знак Игни Игни дает шанс поджечь противника Действует на площадь Радиус действия 6 метров Плюс 6 метров Мм Как-то так Мда, мне нравится Девятый уровень Мы третий уровень почти прокачаем Вот чтобы вы понимали Типа вот девятый уровень Это треть Практически Максимальный уровень в игре Это что-то 32 Второй Как вы понимаете С 32 Преусловиями, что мы получаем за каждый уровень по одному таланту Вот здесь Ну непонятно, как раскачивать все Поэтому Наша стратегия с тремя талантами за уровень Очень даже сбалансирована Ну то есть она Она как минимум Позволяет Ну Прокачаться полностью Понимаешь Или как минимум Приблизиться к прокачке полностью Потому что Правда Я никогда этого не понимал Что вот во втором Ведьмаке Вот просто это работает таким образом Что Ты не можешь При максимальном уровне Получить все навыки Или даже приблизительно Все навыки Ты даже половины не получаешь Потому что 32 уровня Равно 32 навыка Что такое 32 навыка Когда их там Ну Сто с чем-то Учитывая двойные прокачки Ну их там явно больше 30 То есть если посчитать Их там значительно больше Вот кстати гуляет Где-то наш товарищ Барталамий Барка Который должен мне кулачный Эээээээ Это Тармор Ослинков Мать Я ж сказал Отстань Это ты? Че тебе надо? Говорят еще никто не смог побороть тебя на руках Хе-хе-хе А то Хочу стать первым Хачунов 威 таких много было Только хрен че вышло Ну и че? Я готов Ладно пошли со мной Только давай сразу У меня потом времени не будет Ясно Жалко не всех Как будто что-то грандиозное сейчас произойдет Можем начинать Какая ставочка Мне нравится Чувствую подвох, ну давай Легко Сильный как бугай Вот твои арены Раз стоял у нас тут отряд наемников Под командованием Адама Этого Панграта А я тут сильнее всех Вот и попробовал с этим Адью потягаться Сила у мужика, прямо скажу, нечеловеческая Положил меня как младенца Если где его встретишь Скажи, Бартоломей пьет за его здоровье Непременно Великолепно А водочки у вас нет, ребят? Чего? Ребят, вот так уловите рыбу и... Что-то тут, я не знаю, что, воду набираете или что-то... Но они тут тоже ловят рыбу, очевидно Вы тут поаккуратней Один веселый монстр гуляет на свободе С которым так себе Так, у нас 1200 Мне кажется, можно начать В каком-то плане даже двигаться в сторону Сета брони, нет? Анишка У вас нету, скажите мне, пожалуйста Водочки Очень надо Зелье Петри Абсолютно не то Белисова, Вербена, Зубодряги Мне все это не нужно Зубодряги, рецепты Большинство которых у меня есть Клево И давай тогда реально сходим к кузнецу Купим то, что Я могу купить Проблема в том, что 1800 Это только рецепты То есть там для полного нормального сета Мне понадобятся еще деньги на то, чтобы это все Собрать И при этом Я не думаю, что мне прям хватит На все это дело Ресурсов Там странный крафт местами, конечно Но вот Я предлагаю зайти сейчас купить Ну, как минимум начать с какого-нибудь там нагрудника Или наоборот с мечей Если они значительно сильнее того, что у меня Броня-то точно сильнее А вот насчет мечей, давай посмотрим У меня сейчас, значит Махакамский рунный сигиль 10-12 И рандит 11-18 Да не, ну они явно сильнее Типа Да, вот панцирь Который, ну Явно лучше того, что у меня перчатки Это все понятно Да, и мечи тоже Из чего там они крафтятся у меня есть Укрепленная кожа Укрепленной кожи только нет Серебряный меч Серебряной руды не хватает И желтой метеоритной руды Ну, типа, вот я говорю, тут проблемы с этим С крафтом Панцирь Клепанная кожа Крепкая сукна Оно продается тут? Абсолютно нет Я понял Ну, давай начнем реально С чертежей А может быть штаны? Что-то, что я могу сделать Не, укрепленная кожа Клепанная У нее, е-мое Так, начнем с мечей Куплю два чертежа меча Куплю И все Пока просто мечи Блин, это, конечно, круто А я не умею Может быть это Собирать Кожу я знаю, как делать А мне нужна не необычная кожа Мне нужна клепанная Отличные, серебряные Нет, это не то А там слева отмечается то, что я могу сделать, да? Угу Так, а ну-ка У тебя нету Чертежей кожи такой? Мм? Руны, нож Мгм Интересно Так, ну, короче Мы собираем серебряную руду Сукна Укрепленная сукна И все, что связано с кожей Это надо Находить, мне кажется Тоже чертежи И тоже заниматься крафтом Вообще вот всего этого добра Много очень вот здесь Обычного Но из которого очевидно Крафтится все остальное Поэтому я, пожалуй, все это сейчас соберу Но у кого-то же оно должно продаваться Правильно? Перегруз Какие же чертежи есть у тебя Мой друг Клепанная кожа Клепанная кожа есть Покупаю Крепкая сукна Покупаю Что-то надо ему продать Потому что закончились деньги Очень резко Это суммарно 510, да? Ну это временное действие Слушай, я продам ему 5 Мне столько нафиг не надо Я смогу тогда купить укрепленную кожу Прекрасно Всякие разнообразные усиления Которые, кстати, одинаковые А, с разными эффектами Понятно Разные эликсиры Бомбы Это тебе точно все не понадобится Трофеи есть Они не нужны А, трофеи можно надеть А, они А, они уже работают Как эффекты уже В этой части Урон 6 Так, тогда трофей Накерд Домой, домой Вот с призраку Урон 6 пока что Задержитесь Это тоже домой Это пока оставим Подумаем Смотрим дальше Это бесполезно продавать А алмазная пыль Эти точно не отдам И мусор Так, теперь Можно пойти Попробовать что-то сделать Крепкая сукна И кожа какая-то там у меня есть Может быть сейчас Меч появится Ну, слушай На это, конечно, много денег Нужно, то есть Я думаю, где-то Две с половиной тысячи Уйдет только на сет Прикол в том, что Мне даже плевать Что там, типа, потом Что-то понадобится Мне другое А я сделал или что? А, наклёпанную кожу У меня нету Нету кожи какой-то А какой кожи у меня нету? Укреплённый То есть у нас сначала научиться делать Укреплённую А только потом клёп... Что за... Ужас Превосходные кожаные штаны Стальной меч А тут нужны... Тут нужна укреплённая Серебряный меч Тут нужна серебряная руда Слушай, серебряная руда Это что-то, что не так уж и сложно найти В принципе А, укреплённую кожу Тоже я умею делать Так, мы делаем Два, три И стальной меч Святоотца готов Свято... Святотца Святоотца Господи Так, отлично Стальной меч есть Великолепно Правда, закончились деньги Что печально А на серебряный меч Нужна только серебряная руда Но это уже чуть позже Чуть-чуть попозже Так Мечик определённо получше Потому что и по эффектам То же самое По урону сильнее Кровотечения 30% Ставим Не то, чтобы он, конечно, красивый Ой А, круто Я умираю Пока им пользуюсь Потрясно Ладно Просто Мать его Потрясно Ну ладно Чё уж поделаешь Такой вот эффект Так, ладно Пойдём, короче, мы Куда? В каком хотя бы направлении-то? Пойдёмте с Кейраном Разберёмся Чё у меня тут? Найти образец яда? Да, пойдём Найдём образец яда И Кейрана, пожалуй, пора Заняться уже этим делом Нам не просто так платят Меч, конечно, выглядит пипец убедительно Но, честно говоря Передобуем ласточку И проблем Таких больших не должно быть Проблем пока что только в одном Деньгах Их прям Нету Их прям на то, чтобы Всё вот это вот То, что я сейчас хочу Адекватно собирать У меня прям этого нету Конечно Это очень сильно душит Это прям очень сильно душит Но, что поделаешь Не знаю, деньги сложно зарабатывать Пока это Или потом это поменяется Я не знаю Я не помню Тут что-то интересное находится, кстати При Текущему времени Очень просто Мне ещё везёт Что тут сейчас никакой нечисти нету Ну, это какое-то кладбище Не знаю Ну да Что-то с деньгами Прям-прям Проблема Очень сильная За контракты нормально Не платят За задания нормально Не дают Но выигрывать тоже Особо не получается Ребят, вот Вы вообще не туда попали Я вам отвечаю А Слушай, это офигенное оружие Это, кстати А это тёмный предмет, да? Короче В этой части Во второй Во втором ведьмаке Есть предметы Броня, оружие И так далее Которые Встречаются Исключительно На Там выше Какого-то уровня сложности У меня, типа, максимальная Да, поэтому Оно у нас есть И вот Это, наверное, оно 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 не то, чтобы Теряется хп То есть Стоит мне ударить Противник И я, как бы, это хп Забираю себе Я понял А проблема в том, что Вот с такими медленными Противниками Непонятно, что делать Хотя нет, смотри Легко умирают Да, и они как раз Вот называются Типа dark items Которые на самом деле Items, но это не важно И да Это работает Это очень даже круто Боюсь представить, как работает броня Но я не думаю, что она высасывает хп Это было бы странно Но меч, конечно, хорош Меня урон устраивает Меня устраивает урон И три из Интересно Что осталось от корабля О котором говорил Седерик Если на корабль напал Кейрон То, боюсь, осталось немного На счастье Нас интересуют только следы чудовища А мы уверены В том, куда мы идем С этих придурков Кстати, серебряная руда В больших количествах Понавыпадала А, кстати, в каких? Важно проверить Эммм Три Ладно, там одна выпала Мне надо двенадцать Причем шесть я могу купить Но это дорого выйдет Надо добывать Ой, Трис Мне не нравится это место Скажу тебе честно Вот очевидно что-то нехорошее Видишь следы? Да Скверное место для прогулок Если только ты не ищешь Острых ощущений Очень острых ощущений Так, ну мно... Оооо Трис? Вот тут пригодилась бы помощь Старые знакомые Аж слеза наворачивается, да? Осм... Тихо Осмотримся, да Все правильно Я хотел предмет подобрать И не поговорить Но Трис меня сбила Я вот тут трупик увидел Баран Набитый серой И прыткий сапожник Прям как в восточных сказках Только вот с Кейроном Такое не пройдет Что-то уцелело может здесь И действительно Ключ капитана корабля Петра Обыскать разбитый корабль А где войти? Наверняка где-то вот здесь вот Рапорт капитана Дневник капитана Клепаная кожа Ммм Давайте почитаем, что там написано Дневник капитана Снял обувь Молодец, Геральт Это именно то, что нужно было делать Так, рапорт капитана Запечатанная копия личного дневника Капитана Петра Зиля Точная копия дневника Капитана Петра Зиля На конверте аккуратная надпись Лично в руки его магнифиценции Ректору Оксенфурдского университета Доставить королевской почтой Братовой журнал корабля Петра Зиля Экспедиция Влог Муина Обернулась успехом Который удовлетворил Как власти университета Так и короля Фольтеста Сполназнан Обгибшего нас Наше предприятие деньгами Особенно довольным Кажется Освин Никогда не видел Чтобы чародей скакал от радости Освин попытался поднять На корабле бунт Раздав команде найденные ценности Лишь бы оставить артефакты себе На счастье солдаты и матросы Остались нам верны В районе Вергена Произошел бой В котором мы потопили Де... Дайер... Дайердин Несмотря на это Мы вынуждены были бежать Поскольку нас все время Атаковали гарпии Призванные заклинанием Освина Чары Освина Все еще притягивают чудовищ Хотя сам чародей Уже пошел на дно Отважные солдаты Дают отпор Преследующим нас Речным монстрам Я заканчиваю свою работу Над отчетом Здесь же укажу место затопления Деердина Мы уже почти дома Я мог бы доставить письмо адресату Знать бы только кто во флотзами Пользуется королевской почтой Выше по понтуру Господи Королевская Что-то Что-то опять очень тяжелое Сейчас произошло Давайте кстати Что-то я туплю Трофей-то наденем Все-таки я Обратил на это внимание Урон плюс 6 Почему бы и нет Он правда висеть сзади Теперь всегда будет Привыкайте к этому Мистическая река Найти куда приходит Королевская почта Контракт Кирен Это просто задание Заданием Понятно короче Рано или поздно На него наткнемся Надеюсь Окей Королевская почта И подожди Все же у меня есть ключ Или это ключ От этого сундука Сейчас был Наверное это все-таки Ключ от сундука был Тут просто От корабля Вообще ничего не осталось И выше по понтуру Может быть еще один Разбившийся корабль Это Где А ну вот мы здесь За этим Подожди минуту Что ты делаешь? Простое диагностическое заклинание Сможет ответить нам на несколько вопросов Он болен, Геральт Этот монстр умирает Сколько ему осталось? Несколько лет Лет десять Довольно много А что с ним не так? Тут любая информация пригодится Диагностическое заклинание показало Что часть клеток в его организме Подверглась мутации Что еще? Он ядовит Очень ядовит Ты знаешь противоядие? Метаболизм ведьмаков Позволяет нейтрализовать Небольшие дозы токсина Но на твоем месте Я бы не стала на это полагаться Дать тебе полную защиту Сможет только эликсир из тени Коста Я знаю такую траву Но понятия не имею, где ее искать Интересно, можно убить Кейрона Без защиты эликсира? Что посоветуешь? Дело твое Шаала тебя, конечно, торопит Но прежде чем идти к ней Поспрашивай местных о тени Кости Сходи хотя бы к Седрику Вот рецепт эликсира А мне пора заняться своими делами Ты справишься без меня? А то До свидания Ну Скажем так Это Проблемы, которые мы не имеем В этой ситуации Да, вот я говорю Тени Кост так или иначе связан Ох, как здесь все Какая оптимизированная игра Ну ладно Ну, технически я могу прямо сейчас его сделать Мне ничего не мешает Разве что отсутствие Да не, у меня все есть Ну он как бы не только против Кейрона Он Найти тени Кост Или вместе с Шау И сразиться с Кейроном Мы готовы сразиться с Кейроном? Ну, я нашел тени Кост Но мне ничего не мешает Пойти вместе с Шау И сразиться с Кейроном Хотя я могу Она там что-то странное мутит Не знаю Не, пойдем К Шале Она принимает участие Во всем Во всей этой нашей движухе Если мы можем убить Кейрона Уже сейчас Чего ждать? Может быть мне заплатят Очень даже Нам скорее всего заплатят Очень хорошо И из этого очень хорошо Я смогу собрать себе Новый доспех Все элементы делать я умею Остается только Ну там со штанами проблема А, со штанами там проблема Потому что кожа Но кожа, она Она крафтится очень просто Вот серебряная руда проблема Ее потому что Даже в пещерах найти сложно Падает она редко Так, королевская почта Королевская почта Королевская почта Я знаю, кто занимается Королевской почтой Товарищ, который передал мне Письмо от Таллера Где он? Он был вот тут Вот он Что же ты вот этакий Ведьмак жрешь Что велели передать Ее передам Оставь меня в покое Вопросов нет Ты бы Картоплю? Почему Картоплю? Он же человек Тогда не знаю Кровь в него идет Шоуа Ведьмак Я ждала тебя Нам предстоит Убить монстра Который способен Утопить целый корабль Боишься? Нет Но лучше Выманить его на берег Предоставь это мне Хорошо Мне не терпится Взглянуть Как ты будешь Его Выманивать Уж я постараюсь А вся слава Достанется тебе Слава? Ты будешь убивать Его на берегу Не ожидал Встретить тебя У Лореда А я наоборот Была уверена Что ты там Появишься Комендант Болезненно ревнив Ко всему Что касается Его маленькой Фактории Поэтому рано или поздно Каждый попадает К нему на ковер И чего он от тебя Хотел? Это мое дело Тебе этого знать Незачем Мы не команда Геральт Мы просто убьем Кейрона И все Что это такое? Выглядит впечатляюще Мегаскоп А что он делает? Он позволяет Выполнять массу Сложных Магических операций К примеру Связываться С другими Чародейками Трис утверждает Что Кейрон Создан магией Она права Нечто Настолько Огромное Не смогло бы Возникнуть В этих водах Само по себе Похоже Это последствия Какого-то Неприятного Эксперимента Тварь Стремительно Растет И видимо Так же Быстро Состарится Ты узнала Откуда взялся Кейрон? Даже не пыталась Ты знаешь Что его создал Чародей? Догадываюсь И что с того? Я должна Чувствовать себя Виноватой? Извиняться За какого-нибудь Безумца? Не собираюсь А ты Откуда знаешь Что это Чародей? Не знаю Просто предположил У меня есть Все Что нужно Пойдем Отлично Идем Ты готов? Мне кажется Или ты накрасилась У всех Свои ритуалы Мне очень жаль Но Кейроны Не различают цветов Закроем Эту тему Геральт Пора Вытаскивать Чудовище Из воды У тебя Есть какой-то Козырь В рукаве? У меня Всегда Припрятан Туз Не дай Себя Сожрать И скоро Мы станем Героями Твоими Баустами Иди вниз Я останусь На мосту И вытяну тварь На берег Будь осторожнее Ага Моментик Подожди Попить надо Во-первых Мангуст В первую очередь То что нам просто Необходимо Во-вторых Ласточка Не поможет Он скорее всего Вообще будет убивать Меня с одного удара Скорее всего Увеличиваем Урон От меча Это Да Восстановление Энергии Эээ, здоровья, кошка, нет. Ну, в принципе, вот этого мне хватит. Я как бы знаю против него тактику. Я знаю, что против него нужно делать. Но это будет непросто так или иначе. На хардмоде это тем более. Так, тут можно сохраняться. И, значит, меч также мы, естественно, мажем. Какой-то магией, которая у нас есть. А что у нас есть? У нас имеется. Паучий яд вызывает отравление. Вряд ли поможет. Максимальный урон от меча. Прикольно. Кровотечение. Наносимый призраком. Инсектоидом. Людям. Трупоедам. Точильный камень. Урон плюс 20%. Время действия 20. Руна огня. Ну, это руны. Это надо вставлять у кузнеца. Давай точильный камень на серебряный меч. Сейчас применим. Он будет действовать 20 минут. А, это минуты. Тогда все ясно. Ну, вот как-то так. Спускаемся. Этого должно быть более чем достаточно для того, чтобы убить его. При этом мне еще понадобится Ирден. По-другому эта тварь просто не убивается. Хотя, может, убивается, но я... Стратегии не знаю, честно говоря. Продолжение следует... Продолжение следует... красавец поехали тактика максимально простая атаки его я не помню но мангус защищает но не ваншотом но но да отлично ладно можно было выпить латочку не успею да принципе клёво я не знал что он вообще принципе умеет делать он просто убил меня просто отмахом несмотря на то что вроде как щупальца вроде как я его бью и вроде как забей хардмот давай щупальца долой животное тупое но и здесь да как бы мало меня это интересует честно говоря так ну вот осталось как бы два подходить туда я не буду и не псих на попадайся на это сейчас попсихуем немного попсихуем ой-ой выглядело опасно хрен тебя хрен тебя ой даже не спрашиваете чё щас произошло я не знаю смысле понятно но и пицц Кипец, в принципе, возможности Такого дерьма Не знаю Такого дебилизма я еще, конечно, не видел Я, типа, я понимаю, что как бы он там находится Под заклинанием Шаала и все дела Ну, потому что логично, да? Он только из-за этого Находится сейчас на суше, но извини меня Я вижу, как горит просто кусок То, что горит, это как бы буквально то, что надо, ну, бить По-моему, он мертв в этот момент уже, но Как-то, не знаю, захотелось его добить По-моему, адекватное желание, нет? Он причем вообще не сложный, как бы Это тот противник, которого убить Не составляет труда А, убей меня давай еще Давай, бей наростом Он меня убил А я стою в безопасной зоне Я, наверное, мог что-то с этим поделать Действительно Я же вижу, куда он бьет Я вижу, что он бьет перед собой Максимум Ну, давай Как-то ты мне уже надоел Честно говоря Поэтому давай-ка мы с тобой Последний раз Видимся, окей? Ему же три руки, по-моему, надо всего резать Он ударил прям по Ирдену Хотелось бы отметить этот факт Осторожно! Он сбитился! Причем это как раз то Та самая битва, где Больно Могло быть только что Это как раз та самая битва, где вот серебряный меч Там улучшенный, он бы мне вообще никак не помог Потому что урон здесь Скажем так, мало в чем решает Решает, но Насколько быстро я тебя на роста буду сбивать Отпустил Так, а вот он весь завалился Я к нему не подойду Круто Вы чего-то хотели? Сейчас будет больно Могло быть больно Я не могу туда подойти А-а-а Очевидно же все Не, хер он меня сюда пустит Так, подожди Вот этот момент я не помню А-а-а Ну да, ну да Подойти нельзя Ну да, рандомная смерть Господи, второй ведьмак Чтоб ты Я не знаю Чтоб тебя реально никогда не было, что ли Такой-то, конечно, посредственный В сравнении с первыми С первым и третьим Это просто пипец Вот что в той ситуации делать? У него везде щупается Подходить к ним нельзя Прав на ошибку У меня оно как бы нет Потому что один удар Там сколько он снимает? Мне 70% Опять же, смотря каким Но 70% Кидает камни Знаки там бесполезны Не дотянутся Подходить, запрыгивать наверх Не получится Через правую сторону Да, аналогично Давай думать Сейчас надо еще раз просто Не подходя никуда Не подходя никуда Просто делать На рост там, пожалуйста На рост там, пожалуйста Подойти к нему туда еще ближе Я не могу Потому что шала И как бы электричество Да, супер неочевидная дрень Я как бы вижу Просто реально запрыгнуть на него Вот здесь Потому что здесь можно как бы пробежать Но происходит вот это Готов У нас получилось Неплохая битва, Геральт Ты как? Со мной все в порядке Я потратила много сил Если бы мне пришлось тебе помогать Меня учили обрабатывать раны Одна чародейка Чего мне бояться? Ну да Ты как любой ведьмак Изображаешь из себя скалу Каждый бой приносит синяки и шрамы Со временем привыкаешь Ты говоришь, как старик Волосы у тебя и правда седые Но кровь-то еще горяча Строишь планы относительно меня Пока у меня планы только относительно Кейрана Тогда до встречи Не забудь о награде Не беспокойся Прямо сейчас пойду забирать Два уровня Две тысячи Тысяча Тысяча семьсот пятьдесят Вкусненько, наверное, бы... Трофей с него подобрать. Отлично. Что за трофей? Трофей, броня плюс 3, здоровье плюс 50%. Ээээ, да. Тинекост автоматически был выполнен изначально. Да, ну я говорю, он сам по себе не сложный Потому что он не представляет из себя вот именно босса-босса Он достаточно простой в этом плане Он просто ловишь его щупальца, прожимаешь пару кнопочек Но вот я говорю, на хардмоде, учитывая как тут работает Вот анимация, хитбоксы В целом механика боевки, она конечно делает вот именно этим сложность То есть мы проходили третьего Ведьмака на максимальной сложности Там или практически максимальной И с третьим не было таких проблем просто потому, что там это все работает более 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 плавно, более логично, у тебя больше контроля Ну тут конечно все это вот история, это прям, прям пипец какой-то Очень больно у второго Ведьмака на хардмоде играть Но не знаю, то есть я говорю, я хотел переключить Но как-то просто есть некоторые факторы, которые, не знаю, хочется мне всех трех Ведьмаков вот закрыть на Ультра хардмоде И тронбрекер тоже, если там есть уровень сложности вообще Вот прям очень хочется Так, награда, меньше косаря не возьму, вот правда Такая хрень как Кейрен должен оплачиваться идеально Слышали меня? Ну давайте-ка мы прокачаемся для начала Так, шесть талантов Что тут по знакам, что тут по мечам Давай продолжать в мечи идти Значит снижение урона Просто имеет смысл как бы вот снижение урона поднять, чтобы сейчас дальше двигаться Вот сюда вот в здоровье Здоровье плюс 100 Шанс критического эффекта потери крови 10% Вероятность всех критических эффектов 5% Шанс убития одним ударом 2% Здоровье 50, снижение урона плюс 5 Позволяет наносить добивающие удары, когда заполнена шкала адреналина Вызывает всплеск адреналина при ударах меча Занят нам Давай вероятность всех критических эффектов возьмем И в алхимию Немножко ударимся А конкретно А конкретно во время, на длительность действия эликсиров Сборол химических ингредиентов И что-нибудь в знаке хочу Что-то вот это, вот что такое Энергия плюс 1, да? Энергия плюс 1, как-то так То есть чтобы по чуть-чуть по каждому направлению так или иначе развиваться Ну это же неплохо Мечи прокачаны практически полностью Там за исключением вторых уровней, их там практически нигде нет Равно слабо пока, ну Как-то идем Почему картоплю? Ладно, тогда за награду, наверное, за Кейраном уже пойдем в следующей серии А на этом пока что закончим Так что, если вам понравилось это видео Поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь А мы с вами увидимся в следующей серии Всем удачи и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok